Леонид, ты прилетел из Санкт-Петербурга сейчас? Да, я прилетел из Санкт-Петербурга. Расскажи, что ты делал до этой записи немного. Я забыл, честно говоря. Немножко сочинял музыку. Что сейчас новое? Фортепианные прелюдии. У меня много записей в последнее время. Я езжу... Я был в Вильнюсе. Потом я довольно много ездил в Москву. В основном для монтажа. Приезжаю на один-два дня. Вот незадолго до этого я был в Москве. За три-четыре-три дня до приезда сюда, в Ригу. Как ты относишься к старому шарманщику на Альте? Это зависит от того, кто играет на Альте старого шарманщика. Если играет кто-нибудь вроде Максима Рыцанова, тогда все прекрасно. Но вообще мне очень нравится эта идея твоя. Она мне очень польстила. Просто сделать альтовую версию этой пьесы. И прекрасно, что ты приложил к этому усилия. И прекрасно, что это было издано просто в каком-то специализированном швейцарском издательстве. И просто вышли эти ноты. Пусть будет. Это очень хорошо. Но оригинально она ведь написана для скрипки с роялем, да? Да, это вечно списано для скрипки и фортепиано. Написано для Гидона Кремера. И по его просьбе потом была сделана версия для скрипки и струнного оркестра. Предназначенная для него опять-таки и для его оркестра Кремерата Балтика. И сейчас к дате выпуска этого диска у нас получается 20-летие пьесы. Да, эта вещь была написана в 1997 году, к 200-летию Шуберта. И вот если Бог даст выйдет этот диск, этот релиз будет приурочен к 220-летию Шуберта. 20 лет этой пьесе. Мне было очень важно, когда я писал эту вещь, я к этому моменту уже знал случайно от Гидона, что он записал саундтрек для какого-то бельгийского фильма, где речь идет о скрипаче, чья карьера абсолютно разрушена. Я не видел этого фильма. Чья карьера, в общем, пошла по нисходящей линии и заканчивается, кажется, все тем, что он играет чуть ли не в подземном переходе или в метро, вот что-то такое. И мне было, пометуя об этом, мне было интересно представить Гидона в образе такого деклассированного музыканта, каковым, безусловно, является несчастный герой шубертовской песни. И мне был важен тот контраст, который образуется контекстом первого исполнения этой вещи, потому что вещь была написана специально для Кштада и Кштадского музыкального фестиваля, а это одно из самых буржуазных мест, которые я когда-либо видел. Мне этот контраст был очень важен в тот момент. И мне важно было подчеркнуть единство, то есть какую-то связь, которая существует между самыми преуспевающими музыкантами и теми, кому не повезло просто. Пьеса построена на вариационном, вариациями выстроена. Скажи, а быстрая вариация имеет отношение к какой-то пьецоли? Я бы не сказал, что это вариации. Там, скорее, это все-таки трехчастная форма. Медленно, быстро, медленно. Нет, я думаю, что там нет никаких следов пьецолы, по-моему. Там, скорее, есть какие-то, может быть, эпизоды, которые могут напомнить о музыке Филиппа Гласса, которого я не очень люблю. Но, тем не менее, там есть что-то в этом роде. Там есть какая-то американская минималистическая музыка. Но это не то, чтобы я специально к этому стремился, но просто сам материал требует такого развития. Он сам себя развивает. И я просто, может быть, отчасти просто стоял в стороне и как бы следил, терпеливо ждал, пока материал музыкальный разовьется именно таким образом. Скажи, а как тебе работает с этим оркестром? Оркестр прекрасный, по-моему. Латвийский камерный оркестр замечательный. Я получил огромное удовольствие от этой сессии. Любишь ли ты Ригу? Ригу очень люблю. Очень люблю Ригу. С тех пор, как я попал сюда, когда я еще был пионером, наверное, мне было лет 12, я просто попал сюда со школьной экскурсией. И это было для советского человека, который живет в Украине, в крупном украинском городе, я жил тогда, для него это было, и для меня тогда это было огромное впечатление такого Запада, Европы. Но с тех пор прошло очень много лет, и я довольно часто здесь бываю. И, по-моему, ко мне в Риге просто специальное какое-то хорошее отношение. Я вот очень это чувствую именно в Риге. Ты же работал еще с хором. Да, я работал с хором Камер. Я приезжал сюда на гастроли с труппой Большого театра, который показывал здесь мою оперу «Дети Розенталя». В общем, я бываю здесь. Чаще, может быть, чем где бы то ни было. Я имею в виду другие бывшие, бывшие, как сказать, бывшие двоюродные сестры Советского Союза. Но чаще, чем, скажем, в Вильнюсе или в Таллине у меня вообще нет никаких музыкальных контактов. Скажи, а вот каково твое отношение к Шуберту, испытываешь ли ты к нему любовь, или является ли он одним из тех композиторов, от которого ты получил влияние? Я, безусловно, очень люблю Шуберта, и музыку Шуберта, и я люблю его как личность. Мне безумно его жаль. Вот он вызывает какое-то глубочайшее сочувствие, как персонаж. Я не могу сказать, что он оказал на меня большое влияние, но бывают такие моменты в жизни, когда больше ничего невозможно слушать, кроме Шуберта. Я слушаю какую-нибудь сонатину скрипичную, или какие-то песни, какие-то очень простые вещи, может быть, фортепианные сонаты, или просто медленную часть какой-нибудь фортепианной сонаты, потому что для меня это лучшая терапия, которую только можно представить. Поэтому для таких состояний депрессии, уныния, скуки Шуберт – это лучшее лекарство. Очищает. Просто помогает, как будто бы утешает, успокаивает. Ты думаешь, он писал такую музыку, какую он писал, чтобы себя успокаивать и утешать? Не знаю, это загадка. Трудно сказать, почему он это делал. Во-первых, он это делал, извини за трюизм, просто потому что он не мог не делать этого. Но я думаю, что это был основной мотив. Это почти физиологическая потребность – сочинять музыку. И это делается не для чего-то, а просто это делается, потому что невозможно не делать этого. – А кого ты бы мог назвать одного или двух композиторов, от которых ты все-таки почерпнул наибольшее количество? – В первую очередь, наверное, Стравинский. И даже не знаю, кто во вторую. И во вторую очередь все остальные, потому что я испытал и продолжаю испытывать довольно много влияний. И до сих пор во мне сохраняется потребность к воровству, к присвоению какой-то чужой музыки и к переработке ее, и к экспроприации музыки. Есть потребность сделать чужое своим. – Как ты относишься в целом к новому, если оно такое есть, движению композиторов молодых? И как ты относишься к тем двум композиторам, которые на этом диске будут? Это Табакова и Ахунов. – Я очень люблю Добринку Табакову и очень горжусь тем, что я с ней дружу. Сережу Ахунова я меньше знаю, но мне его музыка очень нравится. И меня познакомил с ней впервые Алексей Гориболь, пианист, и виолончелист Рустам Камачков, которые довольно много его играли. И я считаю, что они правильно поступают, что они пропагандируют творчество этого композитора. Потому что, ну, просто мне он очень нравится. Все, что я могу сказать. Это до некоторой степени нескромно говорить об этом, но я думаю, что и его музыка, и музыка Добринки Табаковой, это примерно где-то в двух шагах или в трех шагах к тому, что я сам делаю. И мне это очень приятно, что мы испытываем какие-то общие, у нас какие-то общие принципы музыкальные. Хотя мы не люди до некоторой степени разной культуры и получили разное музыкальное воспитание. Но меня очень трогает то, что во мне есть нечто общее с моими коллегами младшего поколения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!